Музыка Приветствую вас, дорогие друзья! Мы рады вновь встрече с вами. Собираясь вокруг Слова Божьего, народ Божий всегда видел в этом преимущество. Преимущество в том, что они открывали для себя не только пророчества, которые открывают нам будущее, но в этих пророчествах человек видит для себя постоянство Бога. И не только об этом, а о Божьем характере, который раскрывается в тех темах, которые мы будем сегодня и в последующие разы исследовать. Мы вместе с вами будем благодарить Бога и больше Его познавать. Вместе с нашей ведущей Натальей Цоневой, с Артуром Голстяном и я, Константин Костенко. Очень рада нашей с вами очередной встрече. Константин, Артур, приятно собраться вокруг изучения Слова Божьего. Когда ты представлял сегодняшнюю нашу встречу, ты сказал, что черты Божьего характера, которые открываются нам и объединяют нас. И сегодняшняя тема, она будет очень тесно переплетена именно с вот этим моментом, потому что вот мы встречаемся, и каждая наша встреча, она посвящена какой-то теме, и каждая наша встреча, она рассматривает какие-то задачи, которые стоят перед верующими людьми. И сегодня мы постараемся найти ответы на такие две глобальные задачи. Это умение видеть любовь Бога, независимо от обстоятельств, которые тебя окружают. И не бояться событий, которые вокруг. Эти, я думаю, две задачи, они были актуальны во все века для верующих. И вот именно тот момент, что ты подчеркнул, Костя, черты Божественного характера, они помогают верующим достигать выполнения вот этих вот моментов, вот этих вот целей в своей жизни. Потому что это очень актуально. Действительно, обстоятельства одни вокруг тебя, в которых тяжело увидеть Божью любовь, а тебе ее надо видеть. И не бояться того, что происходит вокруг тебя. Мы начнем сегодняшнюю нашу с вами беседу с текста, который записан у пророка Исаии в 41 главе. Это прекрасный текст. 41 глава, 10 текст. Давайте мы его прочитаем. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот такое чудесное обетование. Если мы посмотрим по контексту, сначала это Господь обращается ко всему народу израильскому и говорит, не бойся, у тебя нет причин бояться, потому что я с тобой, я с тобой рядом. Второй момент, он говорит, не страшись, потому что я твой Бог. Чего тебе бояться? Ведь твой Бог я. И здесь говорится о защите, и рука это всегда символ защиты. Я тебя защищу в любых обстоятельствах. Я хочу спросить, а вот это обетование, такое вот красивое, хочется, чтобы оно было в моей жизни, но оно применимо к верующим других, скажем так, эпох, к отдельной личности? Или оно конкретно привязано только к народу израильскому, и он имеет право применять к себе вот это обетование? Или я сегодня тоже могу на него надеяться? Сегодня, читая Священное Писание, если говорить о том, когда однажды Петр сказал в своем послании, все Писание богодохновенно и полезно для наставления, для обличения в праведности. Все апостолы, которые, особенно апостол Павел, я, наверное, один из первых, который показал, что те обетования, которые были даны в древности израильскому народу, они сегодня доступны и нам тоже. Почему? Потому что он называет нас привитой лозой. А раз мы привитая лоза, значит, те благословения, которые были доступны в древности народу Божьему, они доступны и нам. Поэтому это обетование, конечно, в целом мы можем полагаться, мы можем надеяться, потому что в этом обетовании ничего не говорится о том, что у народа Божьего не будут проблем. Здесь говорится, что просто я буду твоим Богом. Но просто когда мы рассматриваем контекст вообще, в каком контексте находится вот этот десятый стих, вот смотри, вот второй текст 41 главы, он прямо об этом и говорит. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей». То есть мы понимаем, что речь идет о Кире. И поэтому контекст вот этой 41 главы как раз вот описывает именно вот эти события. И мы бы не сказали, что израильский народ все время находился в Сахаре. Когда они, даже был указ о восстановлении, да, мы помним, Иерусалима, то есть окружающие его народы опять вставляли палки или колеса. Очень сложные были. Да, то есть был сложный период. Но вот Бог здесь говорит, несмотря вот на все эти сложные ситуации, которые будут, ты полагайся на меня, я твой Бог, и я тебя поддержу. И в этом смысле, конечно, в какой-то мере это обетование является и, наверное, для всех. Потому что в любых трудных испытаниях, в любых сложных обстоятельствах мы всегда уповаем на Бога, и мы верим, что Бог поддерживает нас. Но текст абсолютно не говорит о том, что Бог удалит все вот эти препятствия, и человек будет жить вот такой сладкой, бархатной жизнью. Здесь об этом не говорится. Здесь говорится о том, что как раз Бог будет действовать именно вот в этих сложных ситуациях жизни. И поэтому, да, где-то мы можем полагаться, конечно. Если более скрупулезно подойти, то тогда, когда обращение идёт, не бойся, не смущайся, я укреплю тебя, помогу, поддержу, десниться правды. Вот это всё нужно тогда, когда человек переживает какое-то затруднение в своей жизни. Правильно, оказывается. Тогда, когда есть благополучие, зачем ему поддержка? Однозначно. Вот следующий текст прямо об этом и говорит, что они не в сахаре жили. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздражённые против тебя. То есть это уже говорит о том, что был конфликт, определённый конфликт, и несмотря на то, что Бог через Кера побуждает Кера издать вот такой закон, всё равно не всё так плавно решается. Как говорится, царь дал приказ, значит всё. А кажется, нет, не всё так легко. И вот обетование было как раз о том, что даже в этих самых трудных обстоятельствах жизни никогда нельзя терять упование на Бога, зная его характер. Я думаю, что очень многие верующие люди, они проходят через столкновение, скажем так, двух представлений. С одной стороны, ты понимаешь, что за твоей спиной стоит, и ты держишься за руку самого сильного, мудрого, у которого всё под контролем, и Библия об этом говорит, и мы это знаем, что у Бога всё под контролем. История, события, все обстоятельства, всё под контролем у Бога. С другой стороны, верующий человек сталкивается иногда с обстоятельствами, вот как в данном случае ты сказал, у них не всё было в сахаре. Но действительно, вроде бы с одной стороны, Бог благословил их выход, но что ещё может сопутствовать? Какие неприятности? А неприятности сопутствуют. Они выходят и отстраивают стены Иерусалима с оружием в руках, потому что там было очень сильное противодействие. И невольно вот ты задумываешься, но ведь если Бог благословил этот путь, значит, на этом пути всё должно содействовать ко благу. Следующий момент. Когда мы приходим, мы поверили в Бога, особенно те, кто пришёл из мира. Мы понимаем, что мы заключили завет с владельцем Вселенной. Но не всё в нашей жизни, как ты говоришь, сахар. И вот такие вот вопросы, что происходит в моей жизни, они действительно у верующих возникают. И вот эта задача, о которой мы говорили, видеть любовь Бога вне зависимости от обстоятельств, которые сегодня меня окружают, это очень важный навык. Потому что иначе большая угроза того, что ты разочаруешься. Ты разочаруешься в Боге, в Его защите, в Его способности оградить тебя, и уйдёшь просто от Бога. Это большая угроза. Я предлагаю рассмотреть историю, которая описана в Евангелиях. Как раз тот момент, когда Христос находился на земле. И вот, вы помните, 24, 25, 26 главы, они посвящены тем моментам, когда Христос говорит о будущем. Вот ученики показывают Ему Иерусалим, и Христос на это всё смотрит, и Он делает определённое предсказание об Иерусалиме. О храме, скорее. О храме, да. Хотя и об Иерусалиме больше. О храме и о Иерусалиме в целом. В принципе, в целом, да. Да, и Он говорит, что настанут такие времена, когда здесь не останется камня на камне. Если вы помните, что Иерусалим осадили римские войска под руководством генерала Тита, и осада была очень страшная. Это не просто были разрушенные стены, переселенцы. Там погибло, если я не ошибаюсь, в районе 50-60 тысяч человек. Это была очень страшная осада. И с одной стороны, Христос даёт нехорошую характеристику своим современникам, когда Он говорит, что я пришёл к своим, но свои меня не узнали. С другой стороны, последствия этого непризнания очень жёсткие. Когда ты понимаешь, что там за резня происходила, то вот этот момент, он не совсем стыкуется с любовью Бога, к которой мы привыкли. Но это суровое столкновение. Я слышала, что в одной беседе человек спросил, это что, было наказание тем людям, которые не признали Христа? И вот мне интересно ваше мнение. Как вы смотрите на вот эти события, которые были вот на тот момент в Иерусалиме? Ты знаешь, очень сложно вот так однозначно ответить. Да, есть такая шаблонная точка зрения. Вот, допустим, Иисус говорит, я хотел вас собрать, но вы не захотели, поэтому останется дом ваш пуст. Но вот говорил ли Иисус о том, что если бы израильский народ обратился, не было бы вот этой осады, не было бы разрушений, или всё-таки он говорил о том, что он бы защитил бы, скажем, свой народ? Потому что своим детям, что он сказал? Когда увидите мерзость запустения, бегите. А вот фактически вот этого предупреждающего сигнала для тех, которые не приняли Иисуса Христа, его по сути не было. Но, если можно, я немного просто опишу вот эту историю, потому что она началась не в 70-м году, как мы привыкли, она началась с 66-го года по Рождеству Христа, когда Флор, если я не ошибаюсь, проконсул, он потребовал от Иерусалимского храма, чтобы они внесли в казну 17 талантов, в общем, золота. Естественно, евреи отказались. После этого сам Флор лично пришёл, опять своё требование предъявил, потому что это было римским требованием тоже, чтобы платили налоги, платили дань. Но евреи опять это отказались, и он, отправляя, в принципе, войска свои, там убивал, если не ошибаюсь, три с половиной тысячи евреев. Но это, конечно, послужило вот к этому толчку, что повстанцы уже разрядилась, вот эта война уже, то есть имела более широкие уже масштабы, и приходит в этот момент наместник римской провинции в Сирии. Он, набирая там где-то 30 тысяч войск, опять выдвигается на Иерусалим, но, как ни странно, он терпит полное фиаско, поражение. И это воодушевляет, в принципе, евреев, да? А что интересно, что в это время Нера находился на гастрюлях по Греции. Мы знаем, да, наверное, что он любил петь, да, и, не дай бог, если кто-то... Театрал такой был. ...кто-то бы не выразил своих бурных эмоций, когда он поёт, да, это был бы его последний день, наверное. И когда до него доходит слух, что там в империи, ну, вот такой шум, он поручает это делать своему полководцу Веспасиану, который вместе со своим сыном Титом, вот они уже легионы свои соберут и выдвигаются. В принципе, Тит берёт свой легион из Египта. В Веспасиан тоже надвигается. И вот они крушили всё на своём пути. Вот до того, как дойти до Иерусалима, они крушили всё на своём пути. И вот здесь, честно говоря, есть очень интересная такая загвоздка. Я не могу сто процентов ответить вот на этот вопрос. Но мне кажется, всё-таки здесь есть определённая божья любовь даже к тем людям, которые остались вот в этой осаде. Вот в Иерусалиме. Почему? Потому что когда и легионы Веспасиана, и легионы Тита уже подходили, но Веспасиан скорее дошёл. В это время происходит переворот в империи. Нервно свергли. Именно в этот период. Это 68-й год, 69-й год, когда Нервона свергли. И там, вы помните, за очень короткий период времени где-то там три императора были. Один из которых Гальба там. Ну, как раз при Гальбе Нервон и, в принципе, покончил жизнь самоубийством. И когда Веспасиан видит, что такая ситуация творится в своей империи, он оставляет вот кампанию против Иерусалима, берёт весь свой легион и возвращается обратно. Поручает Титу доделать это дело до конца. Но Тит ещё был в пути. Вот здесь очень интересный вопрос. А можно ли это расценивать, что Бог дал евреям какой-то шанс? Вот это время. Потому что если бы не был бы вот этот переворот, свержение Нервона, там уже это было бы намного раньше, намного быстрее. Вот может вот здесь Бог дал какой-то знак или что-то евреям, которые были ещё в осаде, что они могли бы, в принципе, убежать. Но они как-то не убежали, они ещё более воодушевлились. И когда уже Тит подошёл со своим легионом, между прочим, он собрал намного больше уже людей, чем вместе со своим отцом, там уже произошло полное разрушение. Вот если можно вот этот момент расценивать, мы бы сказали, ну, случайность, ну, какая, в принципе, случайность? Вот именно в этот момент, когда нужно было уже уничтожать Иерусалим и город, политическая передряга происходит. И вот он возвращается со своими легионами, и там его провозглашают уже императором, виспосяны. Ну, а после виспосяна уже становится императором Тит. Ну, очень такая вот картина, когда рассматриваешь действительно сверху, то ты понимаешь, что, несмотря на то, что практически приняли Христа на территории Иудеи небольшое количество людей. А, да, вот я извиняюсь, но к чему я хотел сказать. Вот, допустим, если бы евреи бы приняли, вот что бы изменилось? Рим же все равно потребовал от них 17 талантов, золота. Вот если бы даже они бы приняли, но, опять же, не дали бы, то все равно эта картина повторилась бы. Знаешь, Артур, как говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Я понимаю, да, но это политический контекст, понимаешь? Рим уничтожил, скажем, Иерусалим не из религиозных соображений, а чисто из того, что они не платили вот эту дань в казну. Допустим, да, это верующие люди. Что они должны были бы делать? Но можно здесь предположить, что если это были бы верующие люди, может, им следовало бы выплатить, потому что когда-то Христос сказал, кесарево отдавайте, Боже, Богу отдавайте, да? Но в любом случае, если бы они обратились и был бы неминуем в любом случае гибель Иерусалима, да, города, в любом случае верующие люди, они бы увидели вот эти знамения, и они бы убежали и остались бы живы. Ну, мы же из истории из того же Иосифа Лави знаем о том, что не все остались, кто-то ушел в этот период. Ну да, конечно. Кто-то остался, да. Да, просто мой вопрос в том, что, вот допустим, если бы все бы обратились, это остановило бы разрушение Иерусалима? Потому что, опять же говорю, разрушение Иерусалима, контекст, подтекст, это они религиозные, а это чисто политические. Ну, Иерусалим для Римской империи вообще был довольно-таки сложной сатрапией, потому что, хотя нет, у Рима сатрапии уже не было, там другое идет обозначение, но ведь они же постоянно поднимали определенные мятежи за свою независимость. Есть несколько ведущих таких лидеров, история рассказывает, при которых действительно Римская империя постоянно имела определенные проблемы именно с вот этой провинцией, которая не уживалась, не хотела жить по римским законам. Правильно, потому что это единственный народ, который исповедовал монотеизм. То, что не могло быть воспринято, скажем, Римской империи. Кстати, Римская империя, римляне, они были очень толерантны по отношению к другим религиям, но не к монотеизму. Монотеисты они просто не могли понять, что это такое. Поэтому, когда, допустим, евреи говорят, в наш храм, допустим, язычкам ходить нельзя. Да, ну там был двор для язычка, но дальше, допустим, нельзя. То нельзя, это нельзя, поклоняться императору нельзя. И вот это, естественно, всегда раздражало Рим. И, в принципе, историки тоже говорят, что ты правильно говоришь, что вот Иудея, это, наверное, самая нелюбимая провинция была для Римской империи. Или козь в горле. Скажем так, ссылка. Туда ссылали неугодных прокураторов как можно дальше, чтобы они могли там отбывать наказание. Ну, смотри, если, конечно, сравнивать эти, то, о чём я хочу сказать, сравнивать эти две вещи, наверное, сложно. Если бы народ покаялся, то предотвратил ли бы Бог, или вступился ли Бог в эту ситуацию, чтобы предотвратить эту трагедию. Ну, вот смотри, тогда, когда осириане подошли к Иерусалиму. Бог же вмешался. Ну, там, конечно, они были самостоятельным государством, и там как бы подоплёк или мотивации были другие. Но действия Бога, Бог же всегда одинаковый остаётся, Он же неизменный остаётся. В том случае, когда его дети обращаются к нему, взывают о помощи, о защите, Бог вступается. Да, Константин, ты правильно указал. Там, если ты помнишь, Исаия пишет, что осирийцы, в принципе, и сирийцы, они захватили, в принципе, всю Иерусалиму. Оставался лишь город Иерусалим. Они просто хотели поставить своего царя, сирийского царя. Тогда, фактически, вот нить от Давида, то, что миссия должен был произойти, вот она бы нарушилась. Вот поэтому Бог отстаивал свой город. В данной ситуации немного контекст другой. Поэтому вот мне очень трудно ответить на этот вопрос, вот трагедия была бы предотвращена или нет. Но однозначно я знаю, что если большая часть бы уверовала, они, как и те, которые уже уверовали, увидели бы вот это знамение между запустением, они, в принципе, сохранили бы свои жизни. Но вот этот вот момент мы обозначили вначале очень такое направление сильное. Я думаю, оно будет поддержкой для очень многих людей. Смотрите, когда задолго до этих событий, задолго до этих событий, за несколько десятилетий, Христос им поясняет это и говорит, вот смотрите, когда произойдут вот эти события, воспользуйтесь этим небольшим коридором, потому что вы спасете свои жизни. Бегите, ни о чем не думайте, не оглядывайтесь. Даже несмотря на то, что Христос знал, насколько этот город его отвергнет, что его встретит смерть в этом городе, он умрет за этих людей, которые будут насмехаться над ним на кресте, он все равно проявляет себя невероятно заботливым Богом и дает людям возможность спастись. Даже тем людям, которые у креста стояли и на него плевали, возможно, в будущем они обратились благодаря вере апостолов, их свидетельству, они приняли Христа, они раскаялись, и они получили свой шанс на спасение. Вот это потрясающая истина о великой заботе Бога, когда Он заботится о нас даже в том моменте нашей жизни, когда мы открыто бросаем Ему вызов своим непринятием, какой-то насмешкой в сторону Его закона, Его любви. Вот сейчас я не нахожусь на том моменте своей жизни, когда я с Ним в мире. Я Его не приняла, не хочу. А Он и тогда обо мне заботится, чтобы в будущем вот этот коридор спасения у меня остался. Да, Наташа, ты правильно говоришь. И я все-таки больше склонен думать, что даже до тех, которые не поняли, что есть вот этот коридор. Ты помнишь, я сказал, что мятеж начался, там, наверное, насвергли, и вот там был определенный перерыв. Мне кажется, что все-таки, но как по-другому объяснить вот это? Вот как вдруг случилось, что в этот момент, когда вот моя жизнь вот на данный момент висит на волоске, и вот кампания прерывается, потому что там идет проблема, борьба за императорский трон. И вот Веспасиан это все оставляет, эту кампанию, и возвращается. Может, Бог этим пытался что-то до них донести, может, они должны были вот в этот момент что-то иное предпринять. Но, между прочим, что интересно, что историки говорят, когда вот эти зилоты, они обосновались уже в стенах Иерусалима, там было три группировки вот этих зилотов, которые боролись между собой и убивали друг друга. И Веспасиан говорит, а зачем нам вообще осаждать горы, давайте лучше подожжем. Пока они перебьют друг друга. они сами перебьют друг друга. Вот такая ситуация. Поэтому без Христа совершенно, мне кажется, другая стратегия у людей. Они не могут правильно оценить ситуацию просто. Им казалось, что они выиграют. Как когда-то, вы помните, когда Иеремия проповедовал, что нужно сдаваться Вавилону, им тоже казалось, что они могут победить, в принципе, Вавилон, но вот верующие совсем другое. Они доверяют, они верят. Вот сказал Иеремия, а Иеремия же не от себя сказал, Бог сказал, значит, оно сбудется. Здесь Бог сказал, что камня от камня не останется. Значит, нужно предпринимать какую-то другую стратегию. Не оставаться и, не знаю, кстати, где-то около года назад мне попалась интересная статья. Я, к сожалению, не запомнил автора, но он израильтянин. И он писал статью как раз вот об этих событиях, которые произошли вот тогда. и, к великому сожалению, он сам говорит о том, что в этой трагедии частично виноваты сами израильтяне в том, что они очень сильно враждовали друг с другом. И даже тогда, когда они находились в осаде, вот эта вражда не прекращалась. Да-да, там были умеренные израильтяне, которых считали сторонниками Рима, а были зилоты. Вот зилоты перебили вот этих умеренных на полном серьезе. Вызвали свою очередь и думиян, потом между ними там уже были свои распри. Поэтому вот такая издевка со стороны Виспасиана, в принципе, она была унесна. То есть они сами себя перебили. Но, вы знаете, это такой пример какого-то сумасшествия. Вот когда человек отступает от Бога на каком-то этапе своей жизни, вот отвергает Бога, он становится не зря Библия называет людей неверующих в Бога безумцами. Сказал безумец в сердце своем нет Бога. То есть человек неверующий в Бога глазами Библии это безумец. И вот такие поступки они действительно показывают людей как безумцами находясь в такой сложной ситуации и убивать друг друга, помогать римлянам. Конечно, однозначно. Просто у них было пару побед и они этим воодушевились, окрылились и подумали, что все пойдет гладко. Но вот урок для нас какой? Если Бог сказал, что это так, оно обязательно будет так. Лучше соглашаться с решением Бога, чем строить из себя героя какого-то. Вот у меня получилось первый раз, значит и во второй раз получится. Но Бог-то сказал, не получится. Бог дает тебе возможность что-то предпринять даже вот в этой ситуации. Вот пауза настала, вот подумай, что можно сделать. Смотрите, мне очень интересная цитата попалась, я хочу ее сейчас зачитать, но она к нашему уроку почему подходит? Вот сейчас вы обрисовали два взгляда на одну и ту же ситуацию. Одним, кто верил священникам, религии того времени, казалось, что они слышат Бога. Тем, кто принял Христа, они знали, что они слышат Бога. Нам сейчас сверху, когда мы смотрим на события, понятно, кто был прав. Но когда ты находишься в этой ситуации, вот человек вырос в этой религии, он не видит, ну он привык слушать этих людей, он привык им верить и видеть религию именно через вот эту призму. Иногда бывает очень тяжело сделать выбор, очень тяжело, потому что или вот как при Иеремии были касты священников, которым люди привыкли верить. Тут приходит Иеремия и говорит, я от Бога. Это надо перезагрузить себя, действительно перезагрузить, чтобы понять, да, вот этот человек наверное все-таки от Бога. И такая интересная цитата, мне она очень понравилась. Не стоит судить о характере Бога по событиям, происходящим вокруг. Лучше следует формировать свое мнение о Боге через то, как Библия открывает его характер. Но я подумала вот о чем. Но ведь у человека кроме его жизни ничего больше нету. И именно через опыт моей жизни я понимаю события. Помогает мне Бог, не помогает. Мне очень тяжело абстрагироваться от своей жизни и не судить о Боге именно через мой личный опыт. Если я нахожусь сегодня в стране, в которой идет война, как мне абстрагироваться от моей жизни и судить о Боге по страницам Библии? Если я сегодня или мои близкие, или мои друзья, либо какая-то эпидемия пришла, либо голод, как мне от этого абстрагироваться и не судить о Боге через эти события? Нет, Наташ, ты абстрагироваться никак не можешь от этих событий. Но вопрос в том, что эти события, они, ты понимаешь, они не связаны с Богом. Эти события, они связаны с существованием греха вот на этой планете. Это будут войны, это будут моры, это будут землетрясения. Бог тут ни при чем. Грех уже все сделал так, что эти явления, они будут происходить. Просто вот во всех этих явлениях нужно уповать на Бога и не смешивать Божью любовь вот с этими явлениями. Потому что нигде в Священном Писании, я опять говорю, мы не читаем о том, что верующему ничего не приключится. Иеремия говорил, сдавайтесь в Вавилон. Но он говорил, если вы сдадитесь, с вами будут обращаться хорошо. Если вы не сдадитесь, вас просто перебьют. Но Бог же не говорил, если вы покаетесь, вы не пойдете в Вавилон. Вы все равно пойдете в Вавилон. Но вот участь твоя уже, как тебе будет вот в этой ситуации, она уже в твоих руках, она зависит от твоего выбора. Если ты видишь Божью руку, вот в этой ситуации, кризисной ситуации, мы говорим об кризисной ситуации, мы не говорим об абстрагировании в этой ситуации. Человек, который видит руку Божью, он намного проще пройдет через это, чем тот, который этого не видит. Потому что тот всегда будет проявлять свое недовольство Богом, будет предпринимать какие-то нелепые попытки, и его же эти нелепые попытки в итоге его могут погубить. Спасибо большое, Артур. Вот ты здесь обозначил, я бы сказала, ключевые вехи. Потому что, когда вокруг тебя обстоятельства, ну, скажем так, очень страшные, то человек склонен думать, что это Бог вокруг него, нагнетает, располагает и приписывает Богу войны, приписывает Богу смерти массовые, приписывает Богу зверства, которые вокруг человека происходят, забывая, что это территория сатаны. Не Бог развязывает войны, не Бог является источником массовой гибели людей, от эпидемий, или вот сейчас дальше мы будем касаться определенных моментов тоже эпидемии, которые приходили на территорию Римской империи. Не Бог это делает, это делает сатана. Это очень важно, это понимать. Спасибо, что ты отметил вот этот момент, потому что, когда я внутри нахожусь, я, естественно, обращаюсь к Богу и Богу спрашиваю, ну что, в конце концов, ты это мой отец, что в моей жизни ты творишь? А надо понимать, что это не Господь творит. А ты знаешь, допустим, друзей, когда бросали в печь, ты помнишь, да, друзей Даниила? Я только что говорил. А ты хотел сказать о том, ты скажи тогда. Да, я хотел сказать о том, что, смотрите, тогда, когда Бог через Даниила открывает царю истинную картину, и он признает в этом его величие, через определенное время, казалось бы, ну раз ты признал Божье величие, Божье могущество, ну так в силу своего понимания живи, следуй дальше, работай. Нет, царь возвращается в свое. А, ну ведь, казалось бы, эти трое юноши могли бы сказать, Господи, ну как так? Ты же открыл ему свое могущество, явное превосходство, то есть он это признал, а теперь что? Почему он нас постигает такая, ну, непонятная ситуация? Но находясь в этой ситуации, они же не абстрагировались от этого, они находились в этом, они поступили в связи, в соответствии со своим пониманием Бога. Они же не проклинали Бога, не говорили, Господи, ну зачем нам такое устраиваешь? Мы же тебе остаемся верными. Они продолжали жить так, как они жили всегда. Я согласен, я просто хочу, знаешь, точнее, на какой момент акцентировать внимание. Вот, допустим, вот они ждали своей участи, вот они знают, что их сейчас бросят в печь, да, и где-то в глубине души, вот в этот момент они думали, ну, Бог же должен все-таки заступиться. Правда, они оговорили, сказали, что даже если Бог не спасет, но может, все равно мы не будем поклоняться. Но, ты знаешь, вот существо человека, оно до конца надеется, что Бог сейчас мешается. А вот давайте представим вот ситуацию вот этих мужей, которых все-таки берут, уже подносят, и все, должны просто толкнуть уже в эту печь. То есть для них, в принципе, все на этом завершается, да. Но когда их бросают, оказывается, Бог их не спас от этой ситуации, но Бог их спас внутри огня. Поэтому, когда говорят, почему Бог допустил вот это в жизни, да, Бог допускает это в жизни. Бог не спасает от трудностей жизни, Бог спасает в трудностях жизни. Да. Вот это совершенно разная вещь. Не от трудностей, что меня это не постигнет, не, оно меня постигнет. Но если я знаю Бога, если я доверяюсь Его любви, Бог меня спасает именно вот в этой ситуации. А даже если не спасает, все равно моя вера что означает? Вот что значит вера? Это когда я доверю свою жизнь Ему. И даже если я умру, все равно я умираю с надеждой на будущее, на воскресенье. Потому что только Он знает намерения, Он знает планы, которые имеет обо мне. С разрешением Вашего я хотел поделиться одним моментом в своей жизни, который как раз говорит о том, что, как ты говорил, что Бог не от трудностей защищает, а именно в этих трудностях Он действует. Это было в моей жизни тогда, когда служил в армии, это еще в советские времена, так получилось, что меня взяли в хозвод. Мои обязанности было там работать на кухне, определенные обязанности делать. И это был стройбат. Так получилось, что на обычно на субботу-воскресенье назначали сонаряд, мы отдыхали. А в эту субботу получилось так, что какой-то аврал был, и все, кто должны были идти на работу, всех вывезли. Но кому-то нужно было остаться на кухне, естественно, хозвод есть, надо его задействовать. Приходит... Жебель пал на тебе? Ну, естественно, да. Ко мне подходит командир, который был непосредственно надо мной, говорит, что нужно выйти на работу. Я говорю, товарищ майор, ну, вы же знаете, я на работу в субботу не выходил, вы это в курсе, да. И он вот в этом пылу начал мне угрожать дисбатом о том, что если я не подчинюсь или откажусь, то мне грозит вот это. Когда я ему сказал о том, что я все равно не смогу, я не сказал ему, что я отказываюсь это делать, я ему говорю, по своим убеждениям я не могу это сделать. Вот, он мне говорит, хорошо, сиди, садись, пиши рапорт, вот, что ты отказываешься. Я спокойно беру бумагу, ручку и начинаю садиться, и начинаю писать. он ходит вокруг меня, это, а потом говорит, хорошо, остановись. Помолчал так несколько и говорит, обращается, сынок, говорит, я хочу к тебе обратиться просто как отец, он уже действительно по отношению ко мне таким был. Ну, вот, говорит, такая ситуация, что, ну, экстра такое, что, ну, невозможно такого по-другому было поступить, не некого просто поставить. Я, говорит, тебе обещаю, выйди, пожалуйста, вот сегодня, чтобы те люди, которые приедут, чтобы они не оставались голодными, чтобы они их накормить. Я тебе обещаю, что в последующем я тебя никогда не буду тревожить. Да, я согласился в эту субботу, я вышел, потому что понимал, что, ну, голодные люди. люди приедут с работы, это была зима, и если они приедут, их нужно чем-то кормить. В последующем, да, я могу сказать, что он выполнил свое обещание, и да, были такие ситуации, но он никогда меня не трогал. В данной ситуации я не хочу сказать, что вот я такой верующий слишком был, нет, не об этом хочу сказать, хочу сказать о том, что Бог не избавил меня от этого, но в этой ситуации он повернул так события или так мнение людей изменил, что и и мне хорошо было, наверное, в том, что меня в будущем не трогали. И для этих людей, возможно, это было каким-то свидетельством, которое помогло им увидеть Бога. Вот этот момент, Костя, он очень интересен тем, что вот если мы посмотрим Библию, то вот свидетельства, мощные свидетельства почему-то очень часто происходят тогда, когда вокруг верующих очень сложные нагнетенные обстоятельства происходят. Израиль выходит из Египта, в каких сложных обстоятельствах они оттуда уходили, да, за ними смерть шла папе там, такой огромный плач, но когда они приходят в землю обетованию, что помнят люди этой земли? Мы помним, как Бог поступил с Египтом. Для евреев это было сложное время, но как евангельская программа это было мощное. Для трех юношей, о которых вы рассказывали, что это было? Это было, может быть, да, до Истукана они верили, но когда они туда подошли, они поняли, что вот впереди смерть, вряд ли они думали, что ангел их в огне встретил. Вот они готовы были, но какое это было невероятное свидетельство для других людей. В другой ситуации, возможно, Бог вот так себя и не открыл бы для язычников, а в такой ситуации это было, как ты сказала, настолько было яркое проявление Божьей силы, Божьей защиты, что люди, окружающие этих юношей, смогли убедиться в том, что Бог остается Богом всегда и во всех ситуациях. И вот, говоря о, мы рассказывали о Иерусалиме, о новом части Нового Завета, мы подходим к жизни Первоапостольской Церкви. Вот с одной стороны, когда мы открываем Библию, мы понимаем, что это образец, на который до сих пор равняются практически все поколения верующих. Первоапостольская Церковь это образец, на который равнялись. С другой стороны, мы понимаем, что жизнь этой Церкви, она была долиной смертной тени, потому что начинается часть определенных римских императоров, которые вели свою войну с христианством. Если мы смотрим исторические книги, то там прямо так написано, вот эта вот зараза проникает в наши храмы, разрушает наши устои, и тогда сказать, что ты христианин, это себе смертный приговор подписать. Это не так просто было. И сам Христос, когда он говорил с учениками, какие он давал им ориентиры на будущее. Меня ненавидели, вас будут ненавидеть, меня презирают, вас будут презирать, меня гнали, вас будут гнать. И когда ты смотришь взглядом современника, то ты понимаешь, что это так себе слоган для евангельской программы. Я не встречала такую евангельскую программу, где слоганом было приходите к нам и вас будет ненавидеть весь мир. Да, но зато вы получите жизнь весьма. Обычно другой слоган, приходите к нам и ваши проблемы решатся. Сейчас мы к этому подойдем, но пока туда подойдем, у меня такой вопрос. Смотрите, люди глядели на эту церковь, они видели, что они презираемы, ненавидимы, гонимы отовсюду, а церковь росла. Вот что это за парадокс? Почему церковь росла при таком напряжении, при таком политическом, культурном, религиозном давлении, смертельной опасности, церковь росла? Я думаю, что так как мне немножко пришлось пройти через и те времена и сегодня, что я для себя понял, что когда люди или верующие люди проходят через тяжелые времена, долины смертной тени, как ты говоришь, то через эту долину смертной тени проходят не только верующие люди, проходят и те, которые до определенного этапа не были близки с Богом. И когда они встречаются с этими трудностями, они начинают искать ответ на вопрос и выход из данной ситуации. И как правило, те здравомыслящие люди, которые хотят действительно найти, они находят их в Боге, тогда, когда они видят рядом с собой людей, которые живут с Богом, как они это проходят, как они это реагируют, как они это все оценивают, они видят их спокойствие, они видят их уверенность в завтрашнем дне, и это наталкивает их на определенные выводы, что у этих людей есть что-то, что они получили, и что помогает им вот так жить и проходить через все это. Наверное, нужно обратиться к этому и искать ответы там. Как Исайя, да, как у Исайи мы читали, не бойся, потому что твой Бог я, не страшись, я с тобой. Спасибо, Костя, хорошо, а если все не проходят? Ну вот плохо только верующим. Это если пришла какая-то болезнь, то она да, она не имеет политических, религиозных, культурных убеждений, она приходит одинаково ко всем. Война точно так же приходит одинаково ко всем. Но в первоапостольской церкви была немножко другая ситуация, там гнали конкретно христиан, и плохо было только христианам. Там не было плохо всем остальным людям. Даже к иудеям было гораздо меньше претензий, чем именно к христианству. Там нам нужно различать немного, Наташа, вот изначально, изначально, вот, например, Донерона, Донерона, гонений на христиан, как таковых, не было. Гнали иудейских христиан, и гнали иудейских консервативных верующих. То есть со стороны Римской империи, как таковых гонений не было. Первые гонения это были гонения Нерона. И то не из религиозных соображений. Просто нужно было найти козла отпущения, на кого сбросить поджог Рима. А контекст для этого служил, поскольку христиане проповедовали о втором пришествии Христа и о том, что мир будет уничтожен огнем, вот была и подоплека. Вот что они начали истреблять, фактически а Рим тогда считался это весь мир. Вот поэтому очень было легко убедить народ, почему все это можно сбросить на христиан. Но первые христиане это же были не язычники, первые христиане это были евреи, которые обратились под воздействием проповеди опять же апостолов. И их гнали радикальные евреи не со стороны Римской империи, а в дальнейшем уже поначалу римляне они даже не понимали кто такие христиане они не отличали христиан от евреев это уже они стали определять и первый император который требовал к себе поклонения это был Калигува после него это был Домитян вот с Домитяна уже начинываются мощные гонения уже на христиан и здесь естественно вот ты говоришь почему только христиан потому что целью этих гонений как раз было уже не политическое а религиозное подоплека что они не признают допустим образ Бога вот в императоре допустим Домитяне вот поэтому гнали в основном верующих но я тебе больше скажу вот даже написано когда Христос вот умер да и вознесся допустим христиане собирали все в горница а вот когда начались вот эти гонения на них со стороны опять консервативных иудеев да написано что они все расселись они расселись кто куда пошел там проповедовал и поэтому вот вместо того чтобы христианство наоборот вот как бы выберло да ну наоборот оно стало развиваться и более того вот во многих жизненных ситуациях мы знаем что Римская империя она она большую часть своего населения потеряла не в войнах а исходя из эпидемии и вот христиане вот вот в этих вот во время вот этой эпидемии они проявляли очень активное участие в помощи людям и язычники все это видели язычки это видели что если политика язычников она призывала вот абстрагироваться да вот не выходить в люд чтобы не заразиться вот христиане как раз наоборот они все это делали и ну там надо говорить об этих наверное эпидемиях чтобы было понятнее я не знаю насколько вы осведомлены да там были несколько видов эпидемий да это Антониновая эпидемия но это больше Оспа была Антониновая чума я тоже Антониновая да но это не чума по большей части что это Оспа это Оспа это скорее всего Оспа была она началась где-то в 166 году после 180-х годов. Около 20 лет вот эти эпидемии 15 лет. Она 15 лет где-то была. И что интересно, что там даже пишут, что каждый день по 2000 человек умирало. Каждый день по 2000. Где-то там одну треть... Да, на треть населения там, по-моему, она была уничтожена. Но что интересно, что вот историки говорят, что во время Антониновой чумы христианство в то время составляло 0,07%. Это очень мало. А следующая чума, это Киприанова чума. Вот в честь епископа. Вы знаете, Киприан. Почему в честь его? Потому что все эпидемии, они носили, в принципе, имена императоров. Антонин, это Марк Аврелий Антонин. А после Юстинианова там была чума тоже, она была позже. А вот Киприан, почему не по имени императора? Потому что это был единственный человек, который в своей... Ну, не книге, а в сводках своих он подробно описал все симптомы, все характеристики. Поэтому в честь него это было названо. Ну, а эта чума, вот она началась где-то 249-е года по 265-е, по-моему, больше. Вот что интересно, что во время вот перерыва между вот этими эпидемиями, христианство очень сильно возросло. Там, если составляло 0,07%, то здесь христианство уже при Киприане составляло, в принципе, уже чуть ли не ударную силу Римской империи. Вот из-за чего? Вот многие историки пишут, из-за того, что христиане, они активно участвовали в помощи страдающим и нуждающимся. И это вот привлекло вот эту общественность. Они начали уже по-другому оценивать, по-другому смотреться на христиан. И сам даже вот Киприан, он призывал своих сторонников, своих верующих, что да, как бы правило гласит, что нужно абстрагироваться, не нужно выходить в люд, чтобы не заразиться, но мы призваны не для этого. Мы призваны помогать людям. Интересно, что... Я не знаю, как это объяснить, но вот здесь тоже интересная статистика приводится, что как раз меньше потерь было среди вот этих верующих. Больше умирали как раз неверующие, которые себя вот так держали. Между прочим, император Самонтонин тоже умер. А ты же, чем мы? Оспы. Вот поэтому вот в такие ситуации, вот понимаешь, вот христианство, почему оно вот так разрослось? Потому что оно стало привлекательным. И в этом и сила христианства. Не в словах то, что я проповедую красиво. Человеку это, ну, послушал, забыл. Но он не забудет никогда вот твой поступок. Когда он знает, что ты, оказывая ему помощь, сам можешь заразиться и умереть, потому что болезнь не исцелялась, но он видит, что ты все-таки идешь на этот шаг. Когда Христос пришел на землю, то Бог через Христа показал основу взаимоотношений. Это любовь. И когда Христос закладывал церковь здесь на земле, он показал, что основанием его церкви будет жертвенность, способность жертвовать ради другого человека. И то, что вот, о чем мы сейчас с вами разговаривали. Да, я читала, что церковь, она огромное влияние оказала на бировоззрение людей того времени именно благодаря своей жертвенности. Она тоже несла потери. Очень многие христиане заразились из-за того, что они оберегали, облегчали страдания больных людей. Очень многие заразились и умерли. Но вот эти примеры, они невольно ставят перед нами вопросы. Если основанием христианства является самопожертвование. Но готов ли я пожертвовать своим благополучием ради благополучия другого человека, особенно если этот человек не является мне, ну скажем так, приятным? Возможно, даже где-то враждебный от меня. Это понятно в рамках семьи. Для людей кровных и любимых да, ты готов к самопожертвованию. Ты наступаешь на многие черты своего характера, потому что ты любишь этих людей, и ты готов пожертвовать собой, своей гордыней или какой-то глупостью своей, капризами ради этих людей. Но готов ли ты на самопожертвование ради людей, которые тебе, возможно, даже неприятны, не то что чужды? Вот, к сожалению, нужно, мне кажется, признать этот факт. Вот этим отличаться все-таки современные верующие от верующих в первоапостольской церкви. Что там все-таки, мне кажется, познание Бога было намного мощнее, намного сильнее, влияние духа было мощнее. И люди, которые оказали помощь, они об этом не задумывались. Сейчас, к сожалению, христиане больше, мне кажется, себя любивы, чем более альтруисты. Я читал однажды высказывание, оно гуляет в интернете где-то, то ли на Фейсбуке. Один из мусульманских лидеров сказал так, что трудные времена рождают сильных людей. Это сказал принц Саудовской Аравии. Да, да. Ну а Ганди, он же тоже сказал, говорит, я очень уважаю Христа, очень люблю Христа, но я никогда не приму христианство из-за христиан. Я хотела задать этот вопрос. Как вам кажется, чем отличается церковь современного мира, вне динаминации, церковь современного мира, от церкви, описанной на страницах Библии? Ну вы ответили на этот вопрос раньше. Я думаю, что она потеряла вон ту любовь, о которой пишет послание, откровение первой церкви, да, Ефеска? Ну да, но имею против тебя немного, что ты потерял первую любовь. Да, и чем дальше, в принципе, чем дальше мы видим, что наоборот, да, даже если мы берем всадника в книге откровения, да, масти, с белого постепенно темнее, да, и в последнее там вообще смерть черная, да. То есть, мне кажется, вот этим мы связаны. Тогда все-таки, вот, да вот Христос жил на земле, да, Наташа, вот, они видели Христа, были очевидцы, ну, допустим, очевидцы тоже умерли, но вот как бы вот я слышал весь от очевидца, допустим, не проповедовал Иоанн, или там Петр не проповедовал. Вот оно все-таки, мне кажется, более живо, чем вот сейчас прошло столько тысяч лет, и я не знаю, но, к сожалению, я должен признать этот факт, что сейчас больше, как это говорят, какие христиане? Номинальная? Номинальная христианин, больше, да. И я не говорю о всех, конечно, есть, конечно, очень преданные, очень искренние люди, но если все-таки глобально в целом сравнивать с первоапостольской церковью, то, конечно, там любовь, забота о ближнем, она превалировала. Мы не говорим, что там не было своих проблем. Уже в книге Деяния апостолов, вот, когда раздавали, мы помним, хлеб, да, пособие, уже были склоки, уже были склоки. Иерусалимский собор собирался, не мог решать проблемы, связанные с обрезанием, тоже были проблемы. Но каковы бы там бы ни были проблемы, вот что у них было, это любовь. То есть вы хотите сказать, Костя Артур, что на сегодняшний день христианство гораздо более поражено себя любви. Да, любви меньше. Сейчас любви меньше. Каждый думает о себе больше, чем о другом, допустим. А в то время нет. В то время все продавали, написанное, раздавали бедным. Тогда думали о другом. По примеру Христа. Сегодня больше думают о себе. Это, к сожалению. Вопрос. Можно такой провокационный? Немножко он провокационный будет. Да, мы говорим и восхищаемся теми христианами, теми же апостолами. Но вопрос. Вот если бы со стороны, скажем так, патриотически настроенных религиозных людей не было бы притеснения того же Петра, того же Иакова, которых забирали в тюрьму, которых, ну скажем, такие условия создавали, чтобы они, возможно, вынуждены были, мы читаем Деяния апостолов, где-то рассеяться, поехать или оставить насиженные места и поехать искать более свободные места от преследований, то можно было бы, то есть стали бы они вот такими христианами, которые, как их охарактеризовали в книге Откровения, вот, к примеру, в послании к Ефистской церкви. То есть если бы была такая толерантное отношение, свобода, совесть, вероисповедание, то стали бы они такими? Возможно нет. Это такой немного провокационный вопрос. Ну, трудно, конечно, мы не знаем, как бы повернулась бы история, что было бы, как было бы, но эти люди видели воучу Христа. Да. Эти люди с ним хранили, эти люди у него учились, эти люди видели каждый его шаг, каждое его слово. Они пытались ему подражать. Мы сегодня пытаемся подражать, исходя из чтения Священного Писания. Но это все равно, да, это живое слово Божие, но это все равно не одно и то же. Одно дело, здесь сейчас Христос присутствует, ты ему задаешь вопрос, он тебе объясняет, ты видишь, как он поступил в то, потому что здесь же не все описано, все, что он делал. Они это все видели, они с ним вместе ели, сидели за одним столом, все видели. Поэтому их вот эта вера, она все-таки была живой. Вот я бы, наверное, вот такую бы разницу бы поставил, что их вера совершенно иной была. Их церковь первоапостольская со своими многими проблемами все равно намногие и намного голов выше, чем наша современная. Почему? Потому что у них была любовь, у них было искреннее желание помочь ближнему, у них было искреннее желание служить. Они верили, что Христос вот-вот придет. Ну, в любом случае, подводя вот резюме под сегодняшней нашей беседой, что мне хочется сказать, что те обстоятельства, которые сегодня мы можем ругать и воспринимать как наказание в своей жизни, потому что они заставляют нас терять привычные опоры, привычную безмятежность, погружают нас в какую-то растерянность. Библия показывает, что эти обстоятельства, они могут воспитывать верующим человеке ту стойкость, которую ты не получишь при других обстоятельствах. Это первый момент. И второй момент позволяет христианам быть свидетелями в этих обстоятельствах такими, какими будут благословениями для других людей. Когда, возможно, в спокойной жизни ты быть так никогда не свидетельствовал. Но своей верой, своей стойкостью, своей убежденностью, что ну чего мне бояться, если со мной рядом Бог. Я верю в такого Бога, который может меня защитить, но даже если он меня не защитит, моя вера от этого не пострадает. У меня вечность рядом с моим Богом. Единственное, что эта земная жизнь прервется. И вот такое свидетельство в тяжелых обстоятельствах история показывает, оно является таким ярким костром для всех остальных людей. Спасибо большое за такую интересную беседу, которая у нас сегодня с вами была. Спасибо. Дорогой друг, закончился еще один час нашей встречи со Священным Писанием. Как вы заметили, мы сегодня затронули такие аспекты нашей жизни, которые касаются тех периодов, когда мы можем сказать, что мы идем долиной смертной тени. Вы в своей жизни, наверное, проходили это и можете сказать вместе с нами, что Бог всегда идет рядом. Он не специально, скажем так, не то, что допускает, а не специально проводит нас через эту долину смерти. Но то, что делает рядом с нами сатана для того, чтобы разрушить нашу веру, для того, чтобы уничтожить нашу надежду, Бог показывает, что самое яркое свидетельство о Божьей истине как раз проявляется тогда, когда мы идем именно долиной смертной тени. Другой аспект. Через эти испытания Бог поднимает нас в понимание Его все глубже и выше и шире. Это делается для того, чтобы пройдя через это, мы смогли засвидетельствовать или помочь другим людям, которые когда-то, возможно, будут проходить через это, и Бог поместит нас рядом с ними, чтобы через нас мы могли быть теми, через которых Бог будет помогать. Доброй недели вам в вашем пути. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал, делитесь, если вы посчитаете нужным этим. Мы будем очень признательны вам. Мы очень признательны за ваши добрые отзывы, за ваши молитвы, за вашу поддержку нас. Всего вам доброго и до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова